Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания, которая возит специально для вас отличные СБУ запчасти из Европы, чтобы ваш автомобиль не болел и отлично ездил. Ну а прямо сейчас мы разберем рабочую лошадку для коммерческого транспорта, которую вы так просили в комментариях. Итак, встречаем Ford 2.4 DuraTorque. Двигатели DuraTorque дебютировали в 2000 году. В наших странах популярны двигатели Puma. Это силовые агрегаты с объемом 2.0, 2.2, 2.4. Для Ford Transit данные двигатели дебютировали с непосредственным впрыском и ТНВД распределительного типа VP44 и VP30. Ближе к 2006 году данные двигатели начали оснащаться топливной системой Common Rail. Все двигатели Puma похожи между собой по конструкции ГБЦ и блока цилиндров. В 2006 году данные двигатели пережили конструктивные изменения. Сегодня же мы расскажем о самом популярном двигателе для Ford Transit шестого поколения 2.4 DI. Это дизель с распределительным ТНВД. Данные двигатели также устанавливали на LTV Convoy и на лондонский Cap LTI TX2. О надежности данного двигателя очень сложно высказать однозначное мнение. С одной стороны, данный двигатель может пройти 500 тысяч километров и даже миллион, а с другой стороны, они начинают всыпаться при пробеге в 200-300 тысяч. Однозначного мнения по этому поводу нет. Но, естественно, все зависит от условий эксплуатации и от обслуживания данных силовых агрегатов. Иногда Ford Transit перестает откликаться на нажатие педали акселератора. Это может случиться как на ходу, так и при запуске двигателя. Обороты могут быть высокие, либо же двигатель просто будет работать на холостых оборотах. В этом случае фиксируется ошибка по педали газа. В таком случае педаль газа надо менять на новую либо ПУ, естественно, из «АвтоСтронга». Также может помочь чистка дорожек, потенциометра и загибание контактов. Нередкая проблема на двигателях 2.4 – это вода на клапанной крышке. Если на двигателях с ТНВД распределительного типа никаких проблем это не вызывает, единственное, что форсунки могут покрыться ржавчиной, то на автомобилях уже с системой Common Rail вода попадает на разъемы форсунок и коротит их. В таком случае мотор надо либо чем-то укрыть, либо устранить эту течь. Говорят, что воздух цилиндры может надуть покруче, чем турбина Гарретт. Итак, встречаем Паша Твинскролл Варапаев и мы начинаем нашу разборочку. На дизелях объемом 2.4 с мощностью до 115 лошадиных сил установлена турбина Mitsubishi TF035 с перепускной заслонкой. Эта турбина идет одним целым с выпускным коллектором. Данная турбина надежна и может пройти более 500 тысяч километров без каких-либо проблем. Проблемы с данной турбиной начинаются, когда начинаются проблемы в самом двигателе, которые, скорее всего, вызваны низким уровнем масла либо качеством самого масла. При неисправностях турбина нередко-резко прекращает жить. Обломывается либо вал турбины, либо турбина начинает гнать масло во впуск. Это частенько приводит к разрушению двигателя, потому что двигатель начинает работать на этом же масле, раскручиваясь до предельных оборотов. Клапан EGR здесь с вакуумным приводом и с датчиком его положения. Если клапан загрязнился, то его легко почистить. Вообще, в большинстве случаев этот клапан просто глушит. Помпа системы охлаждения и вакуумный насос соединены вместе и представляют из себя вот такую двухэтажную конструкцию и приводятся разными шкивами. Вакуумному насосу нужна смазка маслом, которая подается через корпус помпы. Бывает, что при больших пробегах возникает течь масла по прокладке, которая находится между этими узлами. Для устранения течи надо снимать и менять вот такую металлическую прокладку. Также течь масла со временем возникает между помпой и блоком двигателя. Чтобы устранить данную проблему, для этого тоже надо менять соответствующую металлическую прокладку. Как и для легковых Ford Mondeo, для Ford Transit есть второй термостат для регулирования температуры в теплообменнике. Термостат поставляется с пластиковым корпусом и уплотнительным колечком в нем. Часто этот термостат приходится менять из-за течи антифриза по его корпусу. Также нередко возникает течь масла между корпусом масляного фильтра и теплообменником из-за прокладки, которая установлена вот здесь. Естественно, для устранения этой течи прокладку надо поменять. Также со временем необходимо менять крышку корпуса масляного фильтра. Она далеко не вечная и со временем не держит закрутку. Уплотнительное кольцо крышки идет в комплекте с фильтром вставки и меняется каждый раз при замене масла. Датчик давления масла может удивить небольшую течу масла по его корпусу, то есть масло будет сочиться через его электрический разъем. В этом случае датчик надо поменять. Распространенная проблема для дизелей на Ford Transit это попадание масла в антифриз. Обычно виной это теплообменник, который расположен над корпусом масляного фильтра. Его придется менять на БУ либо на новый. Заменой прокладки эту проблему не решить, потому что появляется трещина в теплообменнике. Двурядная цепь ГРЭМ одинаковая для дизелей объемом 2.0-2.2 для Ford Mondeo 3 и также для транзитов с распределительным ТНВД мощностью до 95 лошадиных сил. Единственный дизель с Common Rail с такой же цепью это 2.0 TDCI мощностью 100 лошадиных сил. Ширина этой цепи 17 миллиметров. На остальных вариантах дизеля DuraTorque цепь шире 21 миллиметр. С 2007 года на дизелях начала применяться однорядная цепь. Средний срок службы данной цепи 250 тысяч километров. По регламенту производителя надо менять ее каждые 150 тысяч километров. Но есть немало подтверждений тому, что данная цепь ходит все 400 тысяч километров. В любом случае цепи надо уделять внимание. Хорошо если при растяжении она начнет просто лязгать при запуске двигателя. Бывают случаи, что цепь перескочит либо же порвется. Тогда при встрече поршней и клапанов разбивается постель распредвалов и также есть случаи растрескивания ГБЦ. Также цепь является причиной странных проблем с двигателем. Если двигатель плохо заводится, плохо тянет, виден черный дым из выхлопной трубы, при этом нет никаких ошибок по двигателю, ТНВД полностью исправен и исключено завоздушивание топливных магистралей, значит надо проводить ревизию цепи. Скорее всего она растянута. Также цепь может перескочить на 1-2 зуба. Чаще всего это происходит, когда автомобиль оставленный на передаче покатится назад. Перескакивает цепь только на впускном распредвале. Это значит, что впускные клапаны открываются позже. Степень сжатия уменьшается и тогда двигатель заводится плохо. Цепь ГРМ приводит ТНВД, который выставляется по меткам для синхронизации момента впрыска. Любое отклонение в синхронизации с распредвалами приводит к нарушению момента впрыска. Кроме того, если пренебречь инструкции по замене цепи ГРМ и не зафиксировать валы, а также повращать коленвал против часовой стрелки, то при первом запуске после замены цепи двигатель может вести себя как овощ. То есть плохо заводится и не тянуть, и все вышеперечисленные проблемы. В таком случае надо проверять метки. Найдется 100% пара сбитых меток. На данном двигателе используется ТНВД Bosch VP30 распределительного типа. У данных ТНВД есть ряд уникальных особенностей, которые дают им возможность работать на разных двигателях. Прежде всего у этого ТНВД электронное управление. Блок управления стоит прямо на ТНВД и управляет дозирующим и редукционным клапаном. Обозначение PSG5. Подавая напряжение на распределительный клапан, блок закрывает его. В этот момент начинается подача топлива в нужный топливопровод к функционке конкретного цилиндра. Также стоит заметить, что в блоке PSG прописан иммобилайзер, то есть ключи для запуска двигателя прописаны не в блоке двигателя, а в блоке ТНВД. Поэтому при замене ТНВД надо прописывать иммобилайзер. Какие же неприятности случаются с этим ТНВД? Здесь может сгореть особый транзистор, управляющий распределительным клапаном из-за некачественного топлива. Игла в клапане может подвиснуть и тогда высокий управляющий ток может спалить этот транзистор. Тогда двигатель не будет заводиться. Производитель говорит, что надо сразу менять блок. Но есть умельцы, которые уже нашли подходящий транзистор и предлагают его замену. Распределительный клапан может дать течь топлива наружу. Это происходит из-за того, что некачественная сернистая солярка разъедает заводской гермет и топливо сочится через разъем для проводов. Горячая солярка, как мы знаем, это хуже кислоты и она попадает на патрубки, навесное оборудование и все разъедает на своем пути. При износе иглы клапана она начинает подвисать. Это выражается в плохом запуске двигателя, дерганях и провалах на ходу. Кстати, этот клапан закручивается со специальным усилием. Сначала 80 Нм, затем отпустить на 90 градусов, затем 25 Нм зажать, а затем докрутить на 45 градусов. А вот если двигатель плохо заводится на горячую, но отлично стартует на холодную, то тогда надо проверить давление цикловой подачи. Оно не должно быть ниже 5 бар. Если ниже, то тогда придется менять корпус ТНВД, потому что плунжер изношен. Расположенный в корпусе ТНВД подкачивающий шиберный насос очень чувствителен к наличию в солярке воды и мусора. Вода и мусор изнашивают его пластинки шиберы. При этом появляется нестабильная работа на холостых оборотах, потеря мощности и долгие попытки запуска двигателя. В приводе клапанов на данном моторе используются верхние рокеры, которые находятся на отдельных осях. Внизу расположены распредвалы, а гидрокомпенсаторы расположены вот здесь. На данном двигателе перескочила цепь ГРМ. Как мы это определили? Просто здесь отсутствуют болты крепления осей рокеров. То есть поршень ударил по клапанам, клапаны ударили по рокерам и выбили данные ось. Ну а если цепь ГРМ не перескочит, а порвется, то поршни так сильно долбанут по клапанам, что постель распредвалов оторвется, а ГБЦ и вовсе может треснуть. Форсунки для ТНВД распределительного типа простые и надежные и при неисправности начинают постукивать при работе двигателя. Определить стучащую форсунку на работающем двигателе можно поочередно при отпуская штуцер и форсунок. Стучащая форсунка замолкает, когда через гайку топливопровода начинает просачиваться соляр. Кстати, эти форсунки осуществляют двойной впрыск топлива. Для этого в их конструкции предусмотрено две пружины. Одна пружина открывает иглу распылителя при давлении в 225 бар, вторая при давлении в 420 бар. Это сделано для того, чтобы предотвратить опасные скачки давления в цилиндрах. Гидрокомпенсаторы на данном коммерческом двигателе не особо долговечные. Они могут просесть при пробеге в 300 тысяч километров. То есть станут мягкими и клапаны не будут открываться на достаточную величину. Проверить гидрокомпенсаторы очень просто. Достаточно снять клапанную крышку и надавливать. Они не должны продавливаться. Гидрокомпенсаторы изношенные стучат. По состоянию распредвалов износа на кулачках и шейках мы не наблюдаем. На первый взгляд по клапанам и не скажешь, что удар был. В остальном по ГБЦ у нас никаких вопросов нет. Сейчас глянем на поршни. Блок в данном двигателе чугунный. Хон в цилиндрах отличный. На каждом поршне видны следы удара от клапана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Массивные, олдскульные, отличные поршни. Посмотрите на состояние. Графитовое напыление присутствует. Компрессионные кольца подвижны. Маслосъемное кольцо не закоксовано и не залегло. Ну и состояние шатуна вкладышей отличное. Стоит упомянуть об одной особенности, что в поршнях двигателей Puma происходит разрушение втулки шатуна под поршневой палец. И тогда двигатель работает с характерным стуком. Тогда приходится менять шатун. На коренных вкладышах мы видим износ в виде борозд. Ну а если говорить о состоянии коленвала, то визуально он неплох. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали отличную рабочую лошадку. Напишите в комментариях с какими проблемами сталкивались вы. Если хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами была есть и будет компания «АвтоСтронг».